к йоу ребята с вами фибоначчи и мы продолжаем прохождение гирс тактикс открываем наши ящички и погнали смотреть что там по новопадала патруль а в режиме наблюдения это кстати прикольно а тут шанс крита блин шанс крита тоже прикольная вот я наверно шанс крита лучше одену 25 процентов то новые сапожки говорите самовосстановление начале вашего хода и твс в основном 15 процентов максимум здоровья если ему нанесли урон во время последнего хода противника лейси а у лейси стоит этот время восстановления ей нельзя менять а вот надо бы выстрелив от бэц получает 7 к урона до конца текущего хода этот эффект суммируется до трех раз тоже самое разве что действительно гейбу а чё у стоит поменьше у него 10 уклонения стоит ну в принципе пусть оденем туда ему так мы его отсюда вообще убрать то что я явно не буду использовать емкость магазина тяжеловес меньше урон ты и всех могу использовать ладно надели и одели и здесь еще пушка о нанося урон выстрелом это боец восстанавливает здоровье любим 25 процентов от нанесенного урона а было 25 процентов к вероятности критического урона 310 после первого нанесения критического урона вот это мне не нравится вот давайте сделаем пусть лечится так это наши там новые эрин кстати набрал уровень вот ему можно прокачать чтобы он еще мог и свои очки действия давать соратникам ой получать очки действия в начале вашего следующего хода вот она как я не прочитал дальность бега увеличивается боец бросает неконтактную мину с увеличенным радиусом дальность и радиус надрывы урона 15 процентов максимум хп переходя скрытность но вообще установление бега сокращается один раз заход этот боец получает одно очко действия когда взаимодействие с целью ящиком со снаряжением или тяжелым оружием наверное мне больше не контактная мина нравится но два очка действия тоже было бы неплохо для него как раз таки было бы даже очень ладно не контактная мина она пока есть никуда она не денется длительность маскировки увеличивается закрыв дыру с ранчей боец получает два очка действия она устанавливая сколочные гранаты и неконтактные мины и боец больше не выходит из режима скрытности урон от взрывов наносимый этому бойцу уменьшается на 25 процентов убив врага выстрелом это сокращает восстановление броска сколочной гранаты установки и неконтактные мины на один ход делаем вот это лазучек команда вот ему надо будет и вверх и вниз будет очень полезно и он может быть мега полезным в скрытности бегать поставить гранату мину кинуть под ноги все раскидать и убежать еще оттуда типа того что-то закрыть дыру с ранчи там и так далее прикольный персонаж злойной выстрел ему очень нужен да редко я им играю а надо бы наверное почаще опа везде эпики есть отправьтесь на операцию без бойцов авангарда восстановление навыков ваших бойцов увеличивается на два хода бойцы не получат урона в течение вашего хода ядовитые облака послушников наносят на 300 процентов больше урона будет мне не нравится убейте или тяжело раньте не менее семи врагов включив режим наблюдения вот это вот можно попробовать через наблюдение поиграть ваши бойцы получать 30 процентов урона в режиме наблюдения просто попробовать это выполнимо пока идем сюда и тут только двое ну круто я не знаю кого брать я не знаю кого брать лейси наверное или же си да си да я все же лейси возьму а снайпера наверно мы оставим режим наблюдения и все такое а а может и не оставим нет берем си да поехали сильнейшие мои пустошь завоевания операция сломанный тигр чтобы колонна оставалась боеспособной нам постоянно нужны припасы займите оборону около ящиков и загружайтесь офигеть сейчас наверное жестко будет теперь хрен я их разделю чтобы сразу два ящика собирать ну хотя они у меня персонажи сильные бегите к точкам с грузами живее если их разделять тоже это будет но я буду разделять прям на максимум пошла ящики пока не видно вот он один но тут я хрен соберу ящик ну кстати не надо мне разделять их мне кажется вот что что разделять наверное все же не надо там еще ящик так че тебя отправить за ящиком че он так далеко блин а фиолетовые ящики надо брать должны выжить сид а лэси не обязательно типа да сейчас сначала одну точку отобьем потом другую ну че сид добежишь куда-то добегает и прям поджуков вот не тут хорошая точку такая удобная сверху один забрали так вот на эту башенку засесть хотя она далеко но он в обход побежит да жук здесь ты мне пройти а разве что по лестницам офигеть это они могут сейчас вот сюда подняться и отсюда настреливать пока так о начинают обходить еще партия мне кажется они просто метод забьют о прям рядом с ней все чё она сделает теперь офигеть она по моему даже стрельнуть не сможет чтобы он ее не ударил а может и сможет по моему сможет сейчас развернется и подойдет к нему ближе я прям как чувствую и и и и и и и и этого убили эх вот она не добегает вообще с жуками делать еще надо вот сюда отойти куда нить жуки сейчас убьют они что к распределились неудобно жуки сейчас будут убивать там хоть и занял позицию но сейчас его вот этот обойдет послушник будет настреливать сверху нам главное собрать ящики убивать режиме наблюдения остальное уже не важно подойду сюда жук подойдет в упор и взорвется и прям уверен жуки ходят намного больше чем я пошла ой два хода потратил как так ну как два хода то нужно помощь похоже здесь я поиграю долго там же было написано что один только ход тратится а еще хотел их в разные стороны сейчас выстрел критная жесть и не наблюдение не поставил вон жуки жуки о не доползли ладно более-менее нормально враг уничтожен а них однозначно надо было в разные стороны ну ничего страшного если я там один возьму ты когда же ты блин когда же те будет одну очку действие стоит вот здесь ну давай вот так они сейчас на тебя побегут да ящик один уничтожили мне надо срочно туда отправлять сида их надо было в разные стороны все же хорошо тот еще тупит а минус 2 в режиме наблюдения отлично на сида чё не бежите твари хотят как-то все обходить сида надо сейчас туда отправлять а все ящик враг не уничтожил теперь сталь то нехорошо чё там с попаданием попадание плохое здоровье полное если мы подходим вот сюда и кидаем гранату этот куда там собрался над сидом сюда ближе подойти минус 2 вот дайте куда-нибудь вот сюда и поставить вот так этот сейчас будет слазить теперь а теперь я ящик не получу ну ладно послушник там пока тупит вот он взрыв почти который меня убил чё найс то ладно сид лечится регенерируется что толпа прилетела хорошо что толпа с этой стороны чё делать с ящиками там уже послушник там сиды есть гранат опять уничтожил да и сид то не очень лечится как-то они странно бегают я думал они будут пытаться меня убивать они не пытаются меня убивать ну вернее пытаются но как то они тупо это делают еще четверых надо в режиме наблюдения убить сидом я на кидаю наверно в козла гранату хотя граната мне еще пригодится стреляю в козла могу просто сделать вот так да я просто сделаю наблюдения. Ну, а что с этим делать? Давай, ты прервешь ему действие, я в тебя верю, Сид. Отлично, прервал. Еще ползут. Членисты ноги. Только не стреляй. Оп, а он решил выстрелить. И наблюдение, я ему прервал действие. Блин, ну эту точку я потеряю. Я туда вообще никак не успеваю. О, вон еще одна тварь, которая сейчас подползет. Ну, теперь еще и сверху будет стрелять. Гаденыш. Летать надо вот сюда. Один патрон у меня. 45? Да ладно. Ну, хоть попал. Патронов нет, и что, перезаряжаться? И меня сейчас тут тупо расстреляют? Что-то я с перезарядкой-то не подумал. Надо его убить-то. Блин, а там будет трое, да? Я надеюсь, что Сид выживет. Но, блин, они его сейчас под наблюдение тогда все возьмут. Придется его гранатой убивать. О, нормально. Там бумер обходит еще. Его даже под наблюдение не взяли толком. Нет, 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 нет. Жесть. Ну, хоть не без оглушения. Тут еще один. И еще партия. Поражение. Понятно. Здесь надо заново. В общем, ошибка была не разделять их. И вообще, ошибка была погнаться за этим эпическим ящиком. Он нафиг не нужен. Так. Ну, я так же сделаю. Я тогда Лейси сюда. А Сида туда. Он там неплохо себя будет чувствовать. Грен с ним, с ящиком. Да, придется по отдельности. Ну, а что поделать? Да не, надо на максимум. Пока бежим на максимум. Вот разведчик уже был бы там, да? Может, надо было разведчика взять? Он может и с маскировкой там постоять. И они его видеть не будут. Установить мины. Кстати, мины сразу сейчас надо ставить. Ну, вернее, как сразу. Мины надо наверх ставить. Мне так кажется. Там вон одна тварь идет уже. Два хода. А здесь один ход. Но можно вот сюда, кстати. Хотя. Здесь же не пройти. Самое главное, чтобы не промахивалось. Одну точку захватили. Давай. Пофиг. Поставил там. Зря туда. Надо было за этот ящик прятаться. Ну, ладно. Что сделал, то сделал. Минус один. Вот еще партия. И здесь еще партия. Не, ну это жестко. Просто они же меня сверху обходят-то. Послушника надо убивать. Откуда жуки поползут, непонятно. А она подойдет, она его оттуда и не видит. Вот сюда надо подходить. Какой шанс будет попадание отсюда. Ну, можно подойти и уйти. Подойти вот сюда, закинуть гранату. Пусть гранатка восстанавливает. А, там же еще с другого. С другой стороны бегут. Ну, ладно. Послушник, это опасно. Вот. А, и здесь, погодите. И здесь я смогу его поставить под наблюдение. Может быть, она его добьет сейчас. И ящик заодно заберет. Так. Сиды здесь окружают прям по лестнице и... А, и вот отсюда они думают бежать. Ну, это только они так думают. Я-то не думаю так. Я сейчас сяду вот сюда. И буду палить вот так прям. Во! Во! Ранить и любить. Ранение есть. Все, четенько. Послушник. Во-во-во, полезно. Сейчас они к Сиду сюда... А! Ну, а... Блин, чуть-чуть ты не добежал, товарищ. Так, начинает обходить с другой стороны. Прикол в том, что я наблюдение могу только в одну сторону поставить. Так. Ну и что? Получается... Одного сейчас мы убьем. Послушник меня этот пугает. Убить надо вот этого. Тридцать. Пятьдесят. А что с шансами попадания-то? Я не понял. Она сейчас промажет? Это был промах, правильно? И все, и умрет. Это нормально? Что с меткостью было? Пятьдесят пять в упор. Отлично, снайпер. Что будем делать? Здесь, как-то, наверное, главное продержаться. Вот сюда встану. Блин, ну эпическое оружие хочется, конечно. Очень хочется. О, сиди там. Еще послушники. Да вы задолбали. Бегайте нормально. Во. Не убил. Убил. Отлично. Уже клин непонятно, куда поползли. О. Вот этот, короче, сейчас на мину наступит. Я знаю, просто сейчас соберутся ящики. Там снайпер. Снайпер это плохо. Скоро будет граната. Я, в принципе, могу подойти вот сюда. А что, вот она отсюда не видит? Там же окно. Да нет, видит. Я подхожу вот сюда. Да нет, если ставить гранату, то ставить ее прямо тут. И подойти вот сюда. А если он прибьет меня? А если он попадет и прибьет меня? То что будет? Риск. Попал. Попал, но не прибил. Жесть. Сложно. Жук идет оттуда. А граната это считается в режиме наблюдения? Ну, куда вот этот собрался? Этот собирается, наверное, обходить меня все же с той стороны. Мерзкие снайперы подходят по чуть-чуть. Просто опасно они могут подавление включить. Вот это будет уже очень опасно. Это послушники. О. Да ты офигел! Промазал. Ха-ха. Кретин промазал. Давай, жук. Не ты. Сказал же жук. Офигеть. Тут вообще. Какие тут ящики? Тут придержаться бы. Четыре хода еще. О. Что делать? Вот что сейчас ей делать? Оттуда он, типа, мажет. Сейчас я начну передвигаться. Ну, он ко мне перелезет и убьет меня, мне кажется. Ну, как-то его убить самому. Вот же тварь! Вот о чем я говорил. Шансы попадания. 55! Это дичь! Если я отхожу сюда, то да он перелезет и убьет меня. Вот в чем дело. Или в наблюдение опять поставит. Ну, у меня только одна граната. Вот либо в него... Три хода есть. Ладно, и три хода есть. Если я его сейчас оглушу. И убью. И поставлю отсюда наблюдение. У этого жука. Оглушить оглушил. Но теперь я по нему просто не попаду никогда. А пистолетом она не может жука убить? Не может. Значит, сесть сюда. И сидеть тут. Вот так. Еще поставить. И как же вы думаете, ребята, отсюда выбираться? Вот самое интересное. Он тут будет стрелять. Надо от него избавиться. И наблюдение ставить сюда. А как от него избавиться, когда я до него не добрасываю? А, добрасываю. Все. Ну, не убиваю, что ли? Ну, Сид, ты же можешь добросить. Если жуки поползут. Если жук поползет. Нужен один четкий выстрел. Мне еще трех врагов убить в режиме наблюдения. Ну, на самом деле с ним можно будет поиграться, да? Я могу сейчас встать вот сюда. Точно. Там он меня не видит. Вообще. Не видит. Так, а что тут? Здесь тоже какие-то лезли. И. Да нет же, нет же. И вот так. Вот. Убьем жуков. Там еще и третий жук. Бегите, бегите. Нифига тут лазить. Вот. Вот о чем я говорил. Залез и убил. Но не убил. Но снял наблюдение. Значит, жук подойдет и взорвется. Блин, а может жук развернется в другую сторону и побежит? Загрузить предыдущий ход. Вот и жук. И жук не убил. Офигеть, она живет. Зато жук убил своего. Хм. Офигеть, она живет. Минус один. Он типа тоже наблюдение вон поставил. Снайпер же меня отсюда не увидит. Лучше на всякий случай вот сюда, наверное, встать. С этой стороны никого. Вот. И вот так прям. Все, четенько. Просто четенько. Один жук сбежал, а второй куда-то, я не знаю, рванул не туда. Двух врагов в режиме наблюдения. Что это значит? Это значит, что вот этому надо как-то снять. Его режим. Снять можно. Бросив. Он мне сейчас сможет гранату вообще сбить. Значит, берем пистолет. Берем вот так. Просто в голову. Блин, надо не пистолетом, надо вот этим. Хотя ладно, пистолетом. Хотя ладно, пистолетом. Во. Прервано. Действие. Я его могу зарезать, но я хочу выполнить задание. Тем более остается пару ходов. Чтобы выполнить задание, мне надо ставить ему чуть-чуть хп. Вот так. Чуть-чуть хп. Из пистолета. Ставим просто вот так вот наблюдение. Все. Этот труп. И она должна добивать второго. Вот этого. Жука. Вот и все. Еще его можно и добить будет. Кто там ползет? Кто-то ползет. Там, блин, бумер, по-моему, ползет. Мне даже не показали, кто лезет. Ох, как хорошо. Все. Квест выполняли. Вон он, бумер. А ты что, отсюда будешь стрелять, что ли? Фига ты дичь. Ну ладно, стреляй. Ну он очень дерзкий, конечно. Ладно, квест выполнили. Эпическое снаряжение я должен получить. Все. Задание пройдено. Но это было жестко. Ну, я не знаю. Тут нереально было ящики собрать. Если только брать двух этих. Разведчиков. Легендарный ящик. Отлично. На последнем ходу прям выполнил. А дальше операции уже там будет очень тяжело. Задания дополнительные сделать. Молодцы, ребята. Молодцы. Продержались. Опыта вообще просто чуть-чуть. Убийство 6, убийство 3. Мне кажется, из-за убийства тоже дают опыт. Как бы посмотреть это. Ну ладно. Награду уже откроем тогда, ребята, в следующей серии. А если понравилось видео, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые выпуски. С вами был Фибоначчи. И пока-пока. Продолжение следует.